Здравствуйте, это тема дня. Здесь мы обсуждаем все самое важное и интересное о жизни нашего региона. Фонд развития бизнеса Краснодарского края с сегодняшнего дня по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы начал принимать заявки по новой программе, которая называется «Выращивание». Ее организовали на базе инжинирингового центра, рассчитанного на малых и средних игроков рынка, те, которые готовы расширить или модернизировать свое производство, повышать эффективность управления, расширять рынки сбыта, но увеличивать объемы продаж. Заявки на участие можно подать до 30 августа по электронной почте. Количество участников программы выращивания ограничено, на это надо обратить внимание. Поговорим об этом подробнее с Кириллом Белозеровым, начальником инжинирингового центра Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что же предполагает новая программа, которая запускает Фонд развития бизнеса и инжиниринговый центр, который называется «Выращивание». Пожалуй, начну с того, что сам по себе инжиниринговый центр – это одно из направлений Фонда развития бизнеса Краснодарского края, который занимается государственной поддержкой. В данном случае помощь оказывается в основном субъектом малого и среднего предпринимательства, как вы правильно заметили. И государственная поддержка, в принципе, крайне важна как для края, так и для предпринимателей в целом. Именно в рамках этого и создана программа «Выращивание», которая нацелена на то, чтобы комплексно помочь предпринимателям. Давайте поясним, чтобы дальше не уходить от этого названия. Почему «Выращивание»? Это что-то напомнило нам, какие-то тепличные условия, только для бизнеса. Я понял. Основная суть проекта заключается в том, чтобы предпринимателю правильно показать точки роста, используя которые он сможет развивать далее свой бизнес, повышать конкуренцию своей продукции, выявить возможности оптимизации производства, что в свою очередь приведет к снижению потерь производственных. То есть этот шаг был сделан специально, он такой креативный, название, и весь курс тому будет соответствовать? В целом, да. Основная цель – это вывод предпринимателя на более высокий уровень, на качественные показатели крупных поставщиков, крупных корпоративных заказчиков. В том числе, чувствовать себя более комфортно в закупках по 223-му федеральному закону. Почему именно «Выращивание»? Здесь заложен такой смысл, что действующие предприятия, которые уже в принципе обладают определенной базой, уже имеют устоявшуюся структуру как производственную, так и финансовую, чувствуют в себе потенциал, готовы дальше развиваться. Но им немного чего-то не хватает, чтобы выйти на вот этот вот уровень крупных поставщиков. Но вот как понять МСП, что они уже настолько созрели, чтобы идти на выращивание дальше? И как, вы помогаете сориентировать, какой отбор будет для этой программы? Какие показатели должны быть у бизнесмена, чтобы он был зачислен в этот проект? Ну, самый основной критерий отбора, который, так скажем, первый фильтр, который проходит каждый МСП, это, по сути, быть включенным в единый реестр предпринимателей малых и средних. Стаж на рынке имеет значение? То есть сколько ты проработал, чтобы уже идти дальше, на ступень выше, как вы говорите? В целом, скажем так, срок действия компании имеет своего рода значение. И вот прежде чем вступить в проект выращивания, все компании, которые заявились на участие в проекте, они проходят предварительную оценку квалификационно. По сумме набранных баллов мы будем отбирать тех, кто примет участие в выращивании. Это будут, естественно, наиболее перспективные компании, которые, как я уже говорил, имеют устоявшуюся базу, готовы развиваться дальше. Среди них будет производиться этот самый отбор. Ну, как я вначале сказала, что количество участников ограничено, а сколько человек может попасть в этот набор? И почему ограничили? Здесь, наверное, немножечко как в историю выращивания стоит немножечко вдаться. Первое, что стоит отметить, этот сам по себе проект, он довольно молодой. Это, по сути, пилотный проект, который стартовал еще в 2018 году. При этом еще до сих пор... В Краснодарском крае? Нет, нет, в целом по России. Это федеральный проект? Да, это абсолютно федеральный проект. Но пока еще не все субъекты Российской Федерации приняли его, так скажем, на вооружение. Мы реализуем? Мы подключили для себя этот пакет, так скажем, в конце 2019 года. На начальном этапе было отобрано всего две компании, которые участвовали в проекте с конца 2019 года. Это такие жесткие требования? Почему только две? Ну, это было только начало. При этом мы стараемся оказывать комплексную поддержку, и мы максимально ответственны за качество. Поэтому сразу резко грандиозно увеличить количество не представляется возможным. Но мы над этим работаем, и по итогам 2020 года будет отобрано уже четыре компании. При этом возможны варианты в случае, если все будет успешно, то мы, возможно, еще немного расширим количество принятых заявок. Очень хочет попасть в этот проект выращивания человек, с которым мы сейчас созвонимся по телефону, предприниматель Александр Брюховецкий, предприниматель из Краснодара. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Мы знаем, что вы тоже хотите подать заявку, и буквально осталось несколько дней, чтобы вы это сделали для нового проекта выращивания. Почему такое желание? Меня заинтересовала возможность выхода на госкомпании и работать по 223-му федеральному закону. Мы сейчас сотрудничаем с магазинами, с федеральными, региональными сетями, но с этими заказчиками пока что нет. Мы обсуждаем сегодня критерии отбора участников нового проекта. Как вы думаете, вы попадаете? То есть достаточно у вас мощности и опыта наработанного? Мы уже 5 лет занимаемся производством продуктов для здорового питания под марками «Экофермер». И я думаю, конечно. Если говорить о мерах поддержки предприятий, вашего в том числе, я так понимаю, вы сотрудничаете с Фондом развития бизнеса Краснодарского края, раз знаете о новых проектах, которые они предлагают, так вот какими способами поддержки вы воспользовались? Какими способами что? Поддержки предпринимательства вы воспользовались от Фонда развития бизнеса края? У нас был опыт один раз по разработке проекта развития производства, создания нового цеха. Это один из этапов нашего дальнейшего развития. Был достаточно успешным, нам понравилось, и поэтому мы готовы участвовать и в других программах. Я так понимаю, что вы намереваетесь идти в новый проект выращивания, чтобы усилить мощности своего дела. Что хочется развивать еще? Какие планы у вас? У нас есть планы как по развитию географии продаж наших, так же по развитию ассортимента, запуску новых продуктов, постройки нового цеха и новой линии. Благодарю, желаю вам успеха. Мы продолжим разговор с Кириллом Белозеровым. Кирилл, ну вот такие примеры, такие заявки могут попасть в необходимое количество? Безусловно. Именно как услышав вживую, когда человек обращается с целью подать заявку на выращивание, то лично мне очень приятно. Мы будем рады от Александра принять заявку с удовольствием. Запуская вот этот проект выращивания, в том числе сейчас это главное детище, какие ожидания, надежды, какие результаты хочет получить Фонд развития бизнеса и инжиниринговый центр, которому предстоит все это реализовать? Для чего главная цель? Инжиниринговый центр предоставляет услуги, которые специализируются на производственных предприятиях. То есть основная наша цель, запуская проект выращивания, это увеличить долю именно производственных компаний среди общего количества предприятий Краснодарского края. Помимо этого, цель проекта выращивания еще на примере тех компаний, которые успешно выросли на этом проекте, показать остальным потенциальным участникам, что производство это хорошо, что есть возможность участвовать в закупках по 223 УФЗ, есть возможность расширять свой рынок и это действует. При этом в рамках государственной поддержки это гораздо легче, чем самому как-то пытаться выйти на все эти вещи. Звонивший бизнесмен из Краснодара, его компания занимается производством соков, фруктов. Имеет ли значение сфера деятельности, чтобы попасть как раз в инжиниринговый центр? Потому что я знаю, что вы специализируетесь на каких-то технологических производствах основном. Вы знаете, в данном случае компания Экофермер, насколько знаю, занимается также с сухофруктами. Сухофрукты входят в реестр приоритетной продукции Краснодарского края, поэтому есть все шансы. Почему бы и нет? Абсолютно точно. Помимо обычных предприятий, которые в производственной сфере работают, у нас также сельскохозяйственные предприятия получают государственную поддержку, которые занимаются выращиванием, немножко не тем, сельскохозяйственным выращиванием. Также инноваторы, которые занимаются разработкой и внедрением, они тоже являются участниками наших программ, участниками господдержки, именно получаемой через инжиниринговый центр. Вот, допустим, собрали вы количество участников, стартовал этот проект, как он будет выглядеть? Какие-то будут обучающие дни, встречи, какие площадки будут задействованы? Кто наставники проекта? Это фонд развития бизнеса? Либо еще приглашенные какие-то спикеры, эксперты, откуда они? Вопрос понятен. Смысл мероприятия следующий. Для каждого участника проекта выращивания готовится карта индивидуального развития. Это своего рода расписание мероприятий с соответствующими датами и с целями, которые будут достигаться. В целом, фонд развития бизнеса – это крупнейший агрегатор государственной поддержки Краснодарского края, и он имеет 8 основных направлений деятельности. Вот в том, что это крупный агрегатор поддержки, мы сейчас убедимся. Мы звоним Мурату Дудареву, заместителю председателя Краевого отделения объединения предпринимателей «Опора России». Мурат, добрый день. Добрый день. Вот как раз мы хотим в действии, чтобы на реальных примерах вы рассказали о действиях мер поддержки, которые фонд развития бизнеса предлагал, в том числе в эти пандемийные дни для предпринимателей. Среди тех, с кем вы работаете, бизнесмены, есть те, кто воспользовался мерами поддержки? И какие-то были меры? Да, конечно. Здесь я могу привести конкретный пример. Знаю это не по наслышке, поскольку являюсь членом комиссии по распотрению новых проектов. Работаем мы с фондом микрофинансирования Краснодарского края и оцениваем те проекты, на которых не хватает залоговой базы, но которые являются потенциально экономически эффективными. Так, недавно провели первое заседание, на котором рассматривалась частная клиника. То есть предприниматели захотели создать свою собственную клинику и спрашивали на это денежные средства фонда микрофинансирования Краснодарского края, провели презентацию своей частной клиники. Называется она клиника Беродзе. Но я говорю это не для того, чтобы прорекламировать, а для того, чтобы сказать следующее, что предприниматели в этот инвестиционный проект вложили нечто большее, чем деньги, они вложили свой репутационный капитал, назвав своей фамилией вот эту вот клинику. Естественно, комиссия, оценив все обстоятельства, одобрила и денежные средства должен получить предприниматель на запуск своего стартапа. Это вот конкретный пример. Если говорить в целом о пользовании мерами поддержки, то меры поддержки, предоставляемые государством, они начинают пользоваться большим доверием ввиду, наверное, клиентоориентированности и силу развития, которые предоставляют эту поддержку. И бизнес все больше и больше обращается к этим. Если говорить о мерах, которые были разработаны в период пандемии, очень много предпринимателей получили денежные средства для компенсации затрат на заработную плату своим предпринимателям. Это вот практически было массовым явлением. Спасибо. На связи с нами был Мурат Дударев. Мы сделаем короткий перерыв на рекламу, затем продолжим разговор с Кириллом Белозеровым. Это тема дня. С Кириллом Белозеровым, начальником инжинирингового центра Фонда развития бизнеса Краснодарского края, мы продолжаем разговор о проекте выращивания. Мы начали до рекламы говорить о том, как будет составлена обучающая программа. О наставниках вы не закончили свою мысль. Продолжите. Мы остановились на том, что, как уже говорил, фонд является крупнейшим агрегатором в Краснодарском крае по государственной поддержке. И помимо того, что имеет свои 8 центров, которые со всех сторон могут помочь предпринимательству, есть возможность подключать дополнительные ресурсы. Такие, как, например, Центр поддержки экспорта, как Фонд микрофинансирования края, как Фонд развития промышленности. Поэтому в рамках ИКР, индивидуальной карты развития, стараемся подключать все возможные варианты государственной поддержки, которые применимы к конкретному предприятию. То есть сам участник проекта выращивания может выбирать себе наставников и площадки, которые ему интересны? Да, помимо того, что он может выбирать из предложенного перечня, потому как у нас все наставники, так скажем, все партнеры наши имеют максимально чистую репутацию, максимально аккредитованы. И мы в них абсолютно не сомневаемся, потому как это годами подтверждена их деятельность. Давайте поговорим о пандемийных временах, когда было сложно многим, в том числе, прежде всего, наверное, предпринимателям. Какую поддержку Центр инжиниринга вы оказывал? Какие вы для себя уже итоги можете подвести? Во времена пандемии, так скажем, меньше всего пострадали те предприятия, которые сумели подстроиться под реалии. Мы тоже старались быть гибкими максимально, у нас оставался бюджет. Мы его перераспределили именно в наиболее востребованные сферы. В первую очередь, это, конечно, модернизация производства, потому что многие переключались на производство обеззараживающих средств, дезинфицирующих и всего прочего. Ну и как сопутствующая услуга, это сертификация и остальная разрешительная документация на вновь производимую продукцию. Вот именно в этих направлениях мы и переаллоцировали бюджеты, чем смогли помочь ряду предприятий своевременно, так скажем. Сейчас, когда уже послабление и люди постепенно возвращаются к своим делам, продолжают в прежнем ритме работать, какие вопросы в инжиниринговый центр поступают от бизнесменов? В чем просят помочь? Именно в инжиниринговый центр прежде всего обращаются за модернизацией и цифровизацией производства. Мы разрабатываем проект цифровизации и модернизации, чем помогаем им понять, как можно дальше развиваться, где можно оптимизировать. Помимо этого обращаются за финансовым и управленческим аудитом в том числе. Проводят специальную оценку условий труда, так как возвращаются уже в нормальный уровень работы. Ну и сейчас особой актуальностью пользуется проект выращивания. Я знаю, что инжиниринговый центр, еще у вас есть такое направление, что на условиях софинансирования 95%. Это как попасть в этот проект? Все услуги инжинирингового центра оказываются именно на условиях софинансирования. То есть предприятие, которое является заявителем, оплачивает только 10% стоимости конечной услуги. Остальные 90% исполнителю компенсирует фонд развития бизнеса. Нацпроект, который мы назвали вначале, это малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Реализуется он не только за счет проекта выращивания. Как еще в Краснодарском крае можно это увидеть и посмотреть? Если говорить именно о услугах инжинирингового центра, то, как я говорил, на условиях софинансирования оказывается ряд услуг, которые способствуют росту предприятий. В первую очередь это проект модернизации. Помогает понять, в какую сторону можно модернизировать производство, расширить, возможно провести закупку дополнительного оборудования, либо открыть новую производственную линию. Цифровизация, которая позволяет оцифровать бизнес-процессы, оптимизировать работу. Как говорил, помимо этого, финансовый управленческий аудит, что является залогом успешной работы любого предприятия. И микроуслуги, такие как разрешительная документация на вновь производимую продукцию, содействие в проведении специальной оценки условий труда. Она обязательно делается раз в пять лет, и на условиях оплаты всего 10%, это, по-моему, отличный вариант. Давайте завершим, закольцуем снова проектом выращивания. Вот вы дадите базовые знания, закончится, завершится этот проект, он же имеет сроки реализации. Что дальше? Вам важно, чтобы применили все полученное предприниматели края? В рамках реализации индивидуальной карты развития мы ни в коем случае не бросаем предприятие. Каждый пункт, каждая строчка карты развития проходит под нашим сопровождением. В среднем проект длится примерно полтора года на каждое предприятие, но имеет гибкую структуру. Да, да, да. То есть у нас нет цели какой-то выхватить мгновенный результат. Здесь именно идет сопровождение от фундамента и до самого становления, выхода на новый уровень. И для нас важно не разовые какие-то показатели, а именно устойчивый окончательный результат, когда идет постепенный рост. Поэтому это полтора года в среднем. Бывает немного меньше, бывает немного больше. Но и после окончания реализации карты мы все равно продолжаем сопровождение, к нам также обращаются и продолжаем оказывать услуги и господдержку. Я думаю, что на этом проекте, на проекте выращивания, деятельность ваша и креатив фонда развития бизнеса не закончится. Будем ждать новых проектов и программ от вас. Спасибо, что сегодня были у нас в гостях. Мы разговаривали с Кириллом Белозеровым, начальником инжинирингового центра фонда развития бизнеса Краснодарского края. Далее у нас деловые факты. Спасибо.